в общем друзья это самое я вообще я вообще забыл я был в макдональдсе оказывается где-то наверное пару месяцев назад вот тоже один раз не было еды и там блин я не помню когда точно короче когда был чемпионат по футболу я еще почему вспомнил потому что блин вот в макдональдсе вся вот это вот там стаканчики коробочки везде был вот этот логотип там россия 2018 там типа макдональдс официальный фастфуд чемпионата но я просто не знаю футбол не смотрю поэтому особо не знал даже что это за чемпионаты где он проводится но естественно так как все ему увлекаются то естественно и вот это слышал что он есть у нас там работе чуваки смотрят мужа весь чемпионатом поставили телек специально чтоб люди смотрели вот и там постоянно народ зависал и и в макдональдсе вот кроме этого на стаканах вот такие вот там сейчас видите а вы вообще обычный просто ничего нету здесь вот возьмите это приложение макдональдс и вся фигня а тогда там была еще акция на стаканах была такая какая-то круглая херня и и фотоаппаратом сканируешь ну через их не через их не эту программу макдональдса которую с андроида устанавливаешь с этого playstore и там можно было даже что-то выиграть какие-то призы вот ну а сейчас уже все закончилось уже нету ничего вот этих никаких и логотипов я вообще всегда хаваю внутри я люблю внутри посидеть там послушать телек обстановка обычно но сейчас просто невозможно я не знаю здесь город он просто вот когда я здесь жил я кстати жил здесь рядом вот это получается 116 улице где я сейчас нахожусь я жил на соседней на 115 и здесь не было так вот когда я тут жил то все пусто было сейчас здесь даже вот на плазах запарковаться негде вот я сейчас еще искал парковку все забито раньше здесь пустота была это вот буквально сколько прошло ну пускай четыре года вот три года где-то так то есть население просто колоссально растет макдональдс полностью забит я там не стал внутри сидеть потому что там можно где-то примоститься но там реально нету мест ни столиков я не хочу как там ютиться как бы там впритык другим людям и обычно люблю там сесть нормально чтоб развалиться шуб там место было свободно этом посидеть там какие-то новости в телефоне посчитать там я не знаю на комменты по отвечать ну то есть расслабиться а там столько шума то есть просто пипец там всякие дети все кричат это но сейчас просто время обеда и вот даже когда я подъезжал там видели даже вот этот вот где через окошко продают даже там как бы это сама очередь стоит машин в общем я думал на улице посидеть но холодно то есть я вот даже в куртке и все но дубаре не знаю погода меняется очень быстро вот было несколько дней вообще жара невыносимая 90 чем-то бы градусов было то есть вообще просто мозг разрывался от жары сейчас вчера уже было поспокойнее а сегодня вообще даже холодно вот температура 66 получается но у меня показывает на этом самом на термометре 66 это по-нашему получается 15-16 градусов это 19 июля сегодня 16 градусов и и ветер холодный нету солнца то есть это вот это лето такое поэтому на улице было холодно сидеть там эти столики каменные скамейки вот и это половина была зарезервирована там были пару пустых где можно просто сидеть если они не зарезервированные но холод сидеть на каменных столиках короче я решил уже просто иду возьму с собой где-то похавой на парковке ну и по пути я уже просто еду обратно думаю запаркуюсь тут вот там какие-то магазы здесь вот но обычная плаза но я обзор еды уже не буду делать то что на канале есть я вам показывал в общем когда внутри ешь тебе дают поднос куда это все складывают когда забираешь с собой те вот ковка складывают просто бумажный пакетик короче салфетки они тебе сразу кидают их целую стопку кетчуп почему-то они не положили тоже блин интересно пришлось самому брать короче но я взял два и просто не хочу брать много потому что потом они выкидывать жалко это все знаете советская менталити и потом все эти кетчуп валяются по машине и потом ты их выкидываешь когда уже год прошел и они пропали короче картошку дают вот в такой то же самое просто скачайте приложение и там все будет для вас вот макдональдс кстати можно заказывать через уберфуд и через еще какую-то у них своя еще какая-то то есть два как минимум два варианта если заказать макдональдс с доставкой картошка очень вкусно я вообще в машине стараюсь не есть или по минимуму но это жизнь такая понимаете иногда приходится тем более она у меня уже не особо новое грязное все равно сиденья придется стирать они все просто черное уже поэтому я думаю что особой грязи не будет все тут один раз поем макдональдс написано вот свежая говядина готовится когда вы заказали вот тоже самая реклама этого бумага видите стала такая коричневая видно не всю переработанную использовать такая же как здесь и такая же как салфетки в общем все такое ну и сам бургер конечно сумма то есть он вот такой огромный здесь все что положено то есть не так как я вам показывал в дикю мы пошли там вообще ничего нету тебе дают два кусочка хлеба и там котлета я вообще в шоке был и чем-то одном стоили что-то не не помню 4 или 5 долларов крючка куда ну дорого я уже не помню то видео надо пересматривать мужа я честно говоря им тогда на гугле написал отрицательный обзор выложил фотку это гнилой картошки что нам подсунули и блин забыл про это а здесь все видите лук кетчуп огурцы там он по моему еще маленький кусочек чего-то но не видно не хочу сейчас руки пачкать сыр один кусок потом идет одна котлета под ней еще сыр еще 2 котлета ну толщина самого бургера о видите какая то есть просто котлеты они будут больше чем сами булки видите охренеть вот в общем вот это я сейчас буду есть и посмотрите сравнение вот картошки да то есть картошка вся идеальная просто вообще идеально никаких там не пятен не гнили ничего такого сравните вот какую я вам показывал в дикю там вообще пол картошки сгнивший было здесь вкус совсем другое на вкус не вот лучше макдональдс и фастфуды у меня ну то был период когда мы часто ходили делали обзор а сейчас нет сейчас уже все я завязал с фастфудами вообще не хожу или хожу очень редко но вот от безвыходности примеру похавать нигде за дешево нельзя тут то есть получается собой еду не принес можно или пойти футраки они по всем паркам обычно стоят ну там где люди работают в течение ну обеда вот то есть они приезжают там часов в 11 и потом в час уезжают то есть люди обычно там в районе 12 обедают вот так 12 час в этот период там но некоторые раньше вот они там в 11 приезжают начинают готовить тому же люди подходят там заказывают короче но мне там не нравится там получается по деньгам также как фастфуде но не дешевле или даже дороже ну качество еды посредственно и как бы бывают удачные варианты очень редко но у меня было больше неудачных поэтому я решил просто не рисковать уже в макдональдсе если ты покупаешь вот эту самую дорогую то что пудово ты не прогадываешь вот то есть я беру всегда дабл-квотор-паундер милл это получается дабл-квотор я вам уже рассказывал это получается пол-паунда размер котлет то есть это считает 220 грамм только вес котлет говяжьих и все остальное плюс тебе идет картошка и напиток вот ну цена конечно до 10 долларов но для америки 10 долларов я вам скажу это зависит от конкретного места но здесь за 10 долларов нигде не похаваешь кроме как фастфудах вот или самому что-то купить в супермаркетах то есть если зайти в супермаркет во всех супермаркетах есть кулинария готовая еда и там можно купить еду которую сразу поесть ну там тоже на любителя потому что там тоже готовят все говно в основном там всякие куриные там крылышки там окорочки его такую хорошую гадость понятное дело что говядина это лучше напиток с этим макдональдс и можно выбирать любой и любого ну любого размера естественно понятное дело надо брать самый большой если ты можешь любой выбрать это не меняет стоимость то есть вот если стоит там до барку квадр-паунда умил 10 долларов то вот тебе дают этот бургер картошку любой напиток неважно какой ты выбираешь хоть чай хоть кофе хоть маленький кофе хоть большой кофе он всегда как 10 долларов так и стоит 10 долларов потому что макдональдсе все напитки они идут в одну цену то есть один напиток стоит 99 центов и неважно какой он большой маленький там средний неважно чай это кофе или обычная вот эти там ну сами помните там у них шутом пепси я не помню доктор пеппер фанта вот я уже тоже давно не пил эти софт дринки поэтому я решил сразу взять здесь смешать доктор пеппер и root beer root beer тоже он горил это типа ну тоже то же самое что кока-кола только вкус как у кваса газированного вот и бесплатно неограниченное количество рефилов то есть вот вы заплатили там я не помню или 99 центов или 1 доллар заплатили и если вы вот эту всю выпиваете можете набирать вторую выпиваете можете набирать третью сколько угодно столько можете и набирать вот то есть это никак не контролируется неограниченные перезаправки там же вон в дикю мы ходили там что-то маленькое стоило типа доллар 50 на самом деле они почему-то 250 нас взяли и там нету рефилов то есть ты маленький напиток заказал его выпил и все если ты не напился то покупай опять новый это можешь пить сколько угодно в общем макдональдс неплохое место конечно там это понятно что вредно химикаты и все такое но как я говорю если от безвыходности то как по мне это вариант неплохой по крайней мере меня что нравится что все свежая как бы большое наедаешься нормально и как бы цена такая тоже на среднем уровне но из недостатков толпа макдональдсах толпа то есть там где не популярна видите толпы нету там где популярна там толпа конечно если бы здесь был в энди вот я бы пошел туда потому что там всего на доллар больше можно получше поесть потом за 11 чем-то вот то есть раньше мы ходили в энди очень часто ну когда мы были жили вот этой ну как нездоровым питанием питались и постоянно ходили ну сейчас старость то есть надо себя уже начинать ограничивать и поэтому мы решили отказаться но от фастфуда по крайней мере не ходить туда целенаправленно если выхода нету там это где-то в путешествии или там на работе туда но не так что мы там дома сидим вот там лень готовить да поедем вот в энди как раньше ездили там приехал но там очень классная еда то есть из фастфудов в энди я бы сказал это ну лично мой самый любимый вот то есть если в америке смотреть в энди самый лучший по моей точке зрения есть ну из по крайней мере из тех что я был может быть есть мексиканские получше вот эти вот всякие там такатай но я просто не особо любитель мексиканской фигни но некоторым людям могут мексиканские больше понравится потому что в том же такатай нам горел там за меньшие деньги можно тоже нормально поесть вот но это тоже как я вам говорю на любителя если кто любит мексиканской мне это не нравится что там непонятно шоу потому что оно все там виде вот это перемешанные там всякие фарши херни ну там достаточно большие тоже тарелки там где-то за 8 даже долларов можно взять здоровую фигню где там всякие буриты и вся фигня вот вот ну а так конечно я бы сказал что я бы пошел в энди на во втором месте макдональдс а всякие остальные бургер кинг это херня к и все это херня вот это дико это вообще ужас которая вам показывал вот ну я не знаю здесь очень много фастфудов многие просто и не ходил но почему я не ходил то есть казалось бы хорошо было бы сходить их исследовать но то же самое помните вот эксперимент с диким то есть никогда там не были катерина там тоже не было было только в детстве и пошли просто посмотрите получается зря потратили кучу денег нам дали некачественную еду вот всем остались как бы недовольны и единственное утешение что только записали видео как бы другим людям пока предупредили что вот туда не ходите видите себя такого видео кто-то сделал для меня заранее я бы его посмотрел то я бы блин избавил бы себя от этого негативного опыта вот а такого видео не было теперь она есть и в общем ладно не буду вас больше загружать потому что мне сейчас уже на работу надо обратно ехать в общем ставьте лайки подписывайтесь им огромное спасибо за просмотр пока пока